Более 4 миллионов прослушиваний на официальном ютуб-канале Алены Алены. Более миллиона на одной из самых популярных стриминговых платформ. Песня Тереза М. Мария с первого дня релиза стала хитом в Украине. После ошеломительного успеха в Украине исполнительницы Джерри Хелл и Алена Алена отправились покорять сердца европейцев. Нам нужно быть заметными для мира. Нам нужно показать, что даже сейчас, во время войны, наша культура развивается. И что украинская музыка – это нечто, что еще предстоит открыть миру. Соединение стальной воли и веры в украинской женщине – главный посыл песни и номера исполнительниц. Аллюзия на войну, фугасные бомбы с неба на экранах во время выступления напоминают зрителям о продолжающейся полномасштабной войне России против Украины. Образы Джерри Хелл и Алены Алены продуманы до мелочей. На пресс-конференции певицы выходят в футболках, расшитых ключами, как символ тысяч разрушенных российской армией украинских домов. Для многих украинцев такие ключи – это единственное, что осталось от их дома. Они держат в карманах свои фантомные эти дома. Важно такими ключами сейчас разблокировать детство тех детей, которые потеряли. Сейчас потеряли своих одноклассников из-за разрушенных школ, которые потеряли большую часть детства, которые хотят вернуться к оффлайн-обучению с онлайн-обучения, разбросанного по всей Украине и по всему миру. С 2003 года украинские исполнители трижды привозили главный кубок победителя Евровидения домой. Первый раз победу одержала певица Руслана с хитом «Дикие танцы». Позже, в 2016-м, Европа отдала свои голоса за песню «Джамалы» 1944 о репрессиях крымских татар. В первый год полномасштабной войны России против Украины победителями главного европейского песенного конкурса стала группа «Кауш-оркестра» с песней «Стефания». Политика всегда влияла на Евровидение. Всякий раз, когда страны соревнуются друг с другом, ситуация неизбежно становится политической. И думаю, именно поэтому Евровидение так интересно. Конкурс проводится ежегодно с 1956-го и каждый раз отражает политический дух времени в Европе. В сегодняшнем гранд-финале, который стартует в 22.00 по киевскому времени, Алена Алена и Джерри Хейл выступят вторыми. Голосование за победителя начнется сразу после выступления последнего 26-го участника.